Девушки отдыхают 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 Ну, варенички завеликие, что-то порвались они у тебя трешки. Надю, они хоть разварились, бачишь? Мне кажется просто, что они то ли переварились, то ли не доварились, и они получились как такая общая масса. Я хотел тебе швиденько заварить, но хвилины где-то сколько их там? Нет, сколько я не скажу, я потом тебе скажу. Они у меня разварились и поприлипали до дна. Буквально через час ты будешь такие вареники готовить. Я уже закотаю рукава. Но прежде чем приступить к изготовлению наших вареников, ты не делай вот так руки, потому что у нас экзамен и у нас тесты. А мне диплом дадут, что я пришел в тесты? Чтобы я до тесты пришел, значит так, Олена Александровна, извольняйте кухню. В качестве сертификата у нас вот такие фотографии. Если тебя устроит, посмотри, все гости, которые к нам приходили, учились готовить самые разные блюда и ушли счастливыми и довольными. Для того, чтобы определить проблемы, с которыми ты столкнулся, мы с Аллочкой составили пять вопросов. Это и есть тест. Первый вопрос, я буду и варианты ответа давать. Какой должна быть начинка для вареников, чтобы во время варки они не разваривались? Варианты ответа. Горячий, комнатной температуры, теплый, неважно какой. Ты отвечай то, как ты делал. Я думаю, что теплый. Теплая начиночка должна быть, по-твоему. Володя, это неправильный ответ. Ну, не надо вздыхать. Правильный ответ. Ты узнаешь в процессе, как мы будем именно заниматься нашими варениками. Второй вопрос. Что нужно сделать с тестом перед лепкой, чтобы готовые вареники были пышными? Вариант ответа. Отложить тесто минут на 15, раскатывать тесто сразу, положить тесто в морозилку, подержать тесто на пару. В морозилку тесто отправляв. Это категорически неправильный ответ. Про бачма не мама. Так, подожди. Это только второй вопрос. Всего у нас их пять. Какой должна быть жидкость для замешивания теста, чтобы вареники не получились твердыми? Холодный, горячий, теплый, ледяной. Ты какую брал для замешивания теста? Холодную. Брал холодную, да? Холодную брал. Ты ошибся. Следующий вопрос. Какой ингредиент нужно добавлять в тесто, чтобы готовые вареники были пышными? Подсолнечное масло, крахмал, уксус, желатин? Олия. Правда, Олия? Ну, подумал. Молодец. Олия. Это правильный ответ, да. Смотришь, сначала. Могу. Могу. И вот таких вот побед у тебя в ближайший час еще вот так вот будет. Пятый вопрос. Каким должно быть соотношение воды и вареников, чтобы при варке вареники держали форму? Варианты ответа. Три к одному. То есть на три литра воды один килограмм вареников. На три литра воды три килограмма вареников. В пропорции вареников и воды не имеет значения. И еще один вариант. На три литра воды полкило вареников. Ты как кидал? Я кидал за остальным вариантом. Как наибольше воды и как наименьше вареников. Это правильный ответ. Я поздравляю тебя. Прекрасный результат, Вовочка. Сегодня мы будем готовить классические вареники с картошкой с грибами. И второе блюдо я хочу тебе научить еще делать сладкие шоколадные вареники с вишней на пару. Про вареники на пару слышу. Про вареники с вишней слышу. Но про шоколадные не слышу. И я тоже. Даже не догадывался, что такое возможно. Это будет возможно. Вареники – улюбленная страва украинцам. В Украине есть специальный знак для лучших кулинаров – золотый вареник. Нагорода в виде фигурки вареника на тарелке. Тарелка диаметром 2 см из сребла. А сам вареник – из золота 583 проб. Когда вареники считались святковой стравой. И именно в Рездвяне света вареники готовят три часа. На святый вечер, под старый Новый Рек и напередуне водохреща. Так что сегодня у «Все будет смачно». Вы узнаете два рецепта самых вкусных святковых вареников. Классичные солонные с картофелью и грибами. И невероятные солодкие шоколадные с вишнями. Мы начинаем с рецепта классических вареников «Картошка с грибами». Изготовление вареников из начинки. А чему? А тому, Надеженька, какой у нас был первый вопрос первого теста? У нас был первый вопрос, какой должна быть начинка, чтобы класть ее в вареники. И Вова сказал, что она должна быть теплой. Но это неправильно. Начинка должна быть комнатной температуры. Если она будет горячая, тесто тогда слепится. Тесто запечется, потому что начинка, вот поверхность, где ты располагаешь начинку, оно сразу горячее станет, и когда ты уже будешь кусать вареник, или на разрезе, оно будет сырое там, вот именно там. Оно будет просто как жевательная резинка. Глывке. Так и было. Чтобы начинка стала комнатной температуры, нам нужно сделать начинку, отставить, чтобы она у нас остывала. Давай пять картошечек. И грибом нам нужно 150 граммов. Какие грибы нужно брать? Самые лучшие подходят, это шампиньоны. У нас была встреча, посвященная тому, как правильно жарить картошку. Мы там подробно разбирали, как выбрать картошку с большим содержанием крахмала, со средним и с небольшим содержанием крахмала. Потому что от этого зависит, можно ли картофель использовать для того или иного блюда. Вот для пюре нужна картошка, в которой крахмала много. Тогда она будет пышной. Если вы возьмете картошку, которая мало крахмала, когда вы ее сварите, у вас начинка будет просто тверда и как клей будет. Я тоже с тестом познакомился, когда тест помогал в будущем дружине мешок картофель в гуртожиток заносить. Так и познакомился. Ты, наверное, мой картошку и вот сюда отправляй в пустую без воды. Потому что картошка, в которой много крахмала, ее нельзя надолго оставлять в воде. У нас готово. Так, все. Я беру кастрюльку. Сейчас я наберу сюда воды. Володя, включай. Мы берем холодную воду. В холодную воду отправляй картофель. Солить будем уже потом в конце варки. Так, накрываем и за картошку мы забыли. Теперь будем заниматься грибами. Грибы мы обжариваем. Сырой шампиньон, когда он попадет у нас в вареник и будет вариться, он свою влагу отдаст начинке. И начинка будет очень мокрая. Грибы у Надюши просто отличные. Нету черных пятен, нету повреждений. Он такой гладенький. Значит, к чему это говорю? Что верхнюю кожицу можно и не чистить. Да. Картошка у нас варится. Сейчас будем резать грибы пополам. Так. Потом, получается, еще гриб пополам. Ножка так разрезалась. И теперь шапочку мы режем где-то 0,5 сантиметров. Смотри. А ножку разрезаем один раз всего. Да, как все просто. Вот вам пиалочка. Вы занимаетесь грибами. Я беру вот такую вот прекрасную сковородочку. Ты дорезай и включай, пожалуйста, еще один огонь. Вот эту конфорочку. А я возьму в холодильник и сливочное масло. Алла, а верховое масло, то навещу этот процесс потребен? Потому что сливочное масло, оно такое вкусненькое, правда? Оно же подгорает на скорости, или нет? Молодец. Молодец. Чтобы оно не горело, мы возьмем сливочное масло и растительное. Итак, для того, чтобы начинка не пригорала, вам нужно взять смесь сливочного и растительного масла. В таком случае температура кипения этой смеси будет выше, и начинка хорошо прожарится, но не сгорит. Пожалуйста, чистим ее. Давно не плакав. И не будешь. Что, зовешь семьи? Нет. Цибуля она такая? Нет, лук хороший, но просто есть же методы, чтобы не плакать. Например, воды в рот набрать. Да ну, жартуешь. Нет. Серьезно плакать? Серьезно тебе? Вот попробуй, вот набирай. Ты что, вот правда, да? Да. Не пей. Поговорим? Ага. Все? Выпил воду? Так, ребята, отдайте мне пол луковицы, пожалуйста. Пол луковицы, вот для нашей начинки нам достаточно половинка. Половинка луковицы пойдет у нас куда? В нашу картошечку. И еще, по желанию, можно бросить лавровый лист. Для того, чтобы картошка взяла вот именно, знаешь, более насыщенный вкус. Давай. Правильно, детвора моя. Правильно. Маленькими кубиками. Знаешь почему, Володя? Знаешь, молчишь, потому что у тебя вода во рту. Для того, чтобы жареный лук, если он большими кусками, он будет скрипеть на зубах. Это не совсем приятно. А-а-а. Поэтому мы маленьким кубиком. Ну что, работает метод? Ни одной слезинки. Прочу я. Вот. Смотри, Володя, мы отправили на нашу сковородочку грибы и ждем, пока уйдет лишняя влага. Они поменяются в цвете, они такие немножко золотистенькие станут, и только тогда ты отправляешь туда лук. Вот смотри, видишь, какой уже цвет совершенно другой. Вот именно то время, когда нужно отправлять грибам лук. Давай, давай. Да. И как ты считаешь, когда мы должны наши грибы с луком солить? Я думаю, когда уже будут готовы. Правильно. Вот ты молодец. Не готовы, а перед самым окончанием нашей жарки. Потому что соль, она забирает очень влагу, она втянет воду, и они получаются самыми, знаешь, как прорезиненными и жесткими. Мы не будем готовить до полной готовности, потому что наша начинка, она еще будет вариться в варениках. Так, достаточно, досолить можно всегда. Все, перемешиваем и отставляем. Грибы готовы? Да. Сейчас мы занимаемся тестом. Что нам нужно для приготовления теста? Нам нужно молоко. Сегодня наш у нас рецепт вареники, тесто на молоке. Мне бабушка рассказала, что вот жирное молоко это хорошо, наше тесто будет такое, знаешь, воздушное, беленькое, эластичное и очень вкусное. А холодное молоко, может? Третий вопрос теста. Какой должна быть жидкость для замешивания теста, чтобы вареники не получились твердыми? Ты сказал холодный, потому что ты заливал холодной. Это была ошибка. Ошибка. Потому что для того, чтобы тесто было мягким, нужно было тесто на теплом молоке. Благодаря теплому молоку наша мука отдаст клейковину, она начнет открываться очень быстренько, и тесто наше будет необычно мягкое. А что будет, если холодное туда? Оно как резин, оно как пельмень у тебя будет, оно очень твердое будет. Аллочка, когда мы готовили с Эрикой пельмени, помнишь, ты говорила, что вода должна быть холодная для замешивания теста. А в чем разница? А потому что разница в тесте. Возьмите, там тесто такое тугое, как на пасту идет. А вареничек же он не должен быть такой, знаешь, а здесь должен вареничек быть такой, ну мягенький, ну такой воздушненький, вовочка. Мы нагреваем 150 миллилитров молочка, 35-37 градусов, то есть пальцем не будем мерять, но температуру ложечку мы возьмем и померяем, вот как ребеночку, знаешь? Правильный ответ на вопрос, какой должна быть жидкость для замешивания теста, чтобы вареники не получились твердыми, а были мягкими? Теплой должна быть жидкость. С теплым молоком тесто для вареников получится идеальным, мягким и пушистым. Значит, смотри, для приготовления наших вареников, не только молоко, мука, яйца, соль, немножечко сахара нужно нам будет, значит, мы и будем начинать делать наше тесто. Пожалуйста, все продукты тебе, потому что ты будешь заниматься этим. Вот тебе мука. Берем мисочку, в которой мы будем замешивать тесто. Мы выливаем молоко. С почетку молоко, потом борошно. Да, вот в этом случае так, да. Теперь берем одно яйцо целиком, выбиваем вот в эту мисочку. Теперь это яйцо вводим в наше молоко. Так, молоко. Берем, солим, буквально чуть-чуть. Так, достаточно. Сахара чуть-чуть, чтобы тесто не было сладким, буквально пол чайной ложечки. Значит, сахар мы добавили для того, чтобы происходил быстрее процесс брожения. То есть молочные кислоты начнут бродить, и они будут подымать тесто. Для вареников нам необходимо, чтобы у нас была мука с большим содержанием клейковины. Чем больше клейковины содержится в муке, тем наше тесто будет пышнее, и варенички будут у нас мягче и вкуснее. Делаем эксперимент. Проверяем нашу муку на клейковину. Берем две маленькие вот такие вот пиалочки. Значит, в одну пиалочку я налью немножечко воды. Так. А во вторую немножечко муки насыпь, пару ложечек. Берешь вот так пальчики, увлажняешь. Начинаешь как будто бы замешивать тесто. Вот смотри, вот как получается, видишь? Растягивается. Шикарно, да? И что это значит? Что все морожено-предходы для нас? Потому что эта мука подходит, в нее клейковина та, что нам необходимо. То есть образуется одна нить, не рвется, значит клейковина хорошая. Чтобы приготовить тесто для вареников, вам понадобится мука с высоким содержанием клейковины. Это легко проверить. Просто намочите пальцы, окуните их в муку, и образовавшееся тесто попробуйте растянуть между пальцами. Если тесто тянется хорошо, значит в муке достаточное количество клейковины. А если тесто рвется сразу же, такая мука для вареников не подходит. Мне кажется, пока мы о муке и тесте говорили, картошка уже сварилась. Вот попробуй ножичком. Она вроде бы чуть-чуть внутри, как будто бы она еще тверденькая. Именно для начинки вареника очень важно, чтобы она была чуть-чуть недоваренная. У нас начинка еще с грибами соединится, картошечка, и мы ее еще будем еще раз варить. За 3-5 минут до окончания варки картошки ее нужно посолить по вкусу. Выключаем. Так, теперь мы быстренько берем ложечку, извлекаем нашу луковицу. Я помогу тебе, нужно ее взять. Точно, там же лук, а я уже забыла. Его не нужно в начинку. Он отдал все свои полезные вещества, все свои ароматы нашей картошечки, поэтому мы выбрасываем. И теперь сливаем картошку. Картошечка у нас уже готова. Мы будем сейчас ее переминать. Надюшенька, будь добра, дай нам картофель отдавку. Пожалуйста, начинаем работать. А может быть мы совместим два действия, и пока Володенька будет картошку давить, я буду муку просеивать. Это же все равно нужно сделать. Да? Мы всегда просеиваем муку, когда что-нибудь готовим, потому что таким образом она насыщается кислородом и очищается от ненужных примесей. Сколько просеять муки? Ты пересея стакана три. Хорошо. Значит, скажи, пожалуйста, Вовочка, а когда нужно добавлять вот грибы картошки? Как ты думаешь? Может, чтобы она выхолонила трех. Не? В горячую додавать. Уже за несколько минут вы увидите, как обычный вареник залепить в форме итальянского равиоли. Дознаете, что добавить в тесто, чтобы ваши вареники были пухкие и нежные на вкус? А также, что сделать, чтобы вареник залепился идеально? Вы научитесь с обычной каструлей майструвать домашнюю пароварку и приготовите справедливое шоколадное тесто для вареников с вишнями. Попереду эксклюзивные секреты эксперта с понад 30-летней практикой Аллы Ковальчук, а пока тест для справедливых кулінаров. Что называли варениками в царской Руси? Посуд, ювелирные вироби, мебли, двери. Субтитры создавал DimaTorzok